Всем доброе утро. И еще раз я вас благословляю, просыпаясь в этот период, когда 10 дней трепета для каждого, кто хочет с Богом выстраивать большие отношения, более глубокие, более масштабные, то для нас это напоминание, чтобы нам, вступая в этот день, не побояться прийти в Божье присутствие и сказать «Господь, вскрой во мне то, что Ты хочешь убрать, либо покажи то, над чем мне надо поработать и не откладывать в сторону то, что надо сейчас, наоборот, взять фокус и развязать какие-то узлы, которые накопились за год, которые пришли в мою жизнь с учетом того, что я пропустил где-то удар, либо где-то не посчитал важным то, что Ты считаешь важным. Покажи мне, Господь». И вот такой уровень диалога с Богом – это важно, потому что в таком случае мы не идем к Богу только для того, чтобы Он решил наши проблемы и наши вопросы, потому что очень многие проблемы связаны с тем, что мы носим внутри. И когда мы просим, чтобы Бог пришел и решил, какие-то развязал узлы, Он говорит «Давай вместе опустимся в твое сердце, давай мы посмотрим, кого Ты пропустил на территорию своих комнат в своем внутреннем жилье». И вот тогда, когда мы начинаем с Богом об этом разговаривать, Он, работая с нашей внутренностью, решает те вопросы, с которыми мы долгие годы стояли перед Ним и ждали от Него ответа. Вот, друзья, как важно нам иметь правильный фокус, правильный акцент и понимание того, что от чего бывает, причинно-следственные связи, когда мы видим только то, что нам хочется изменить, исправить, потерянные отношения с сыновьями или дочерьми, потерянные отношения в семье родителей и детей или между собой родители. Это все то, что на самом деле человека делает уязвимым. И вот эта уязвимость, она как раз и приходит туда, где люди не умеют анализировать свое сердце. И для того, чтобы нам с вами пройти этот анализ с Богом глубоко, Он предлагает нам не прятаться в эти дни трепета за оправдание, а прийти к Нему и сказать «Господь, Ты оправдываешь меня не по делам и не по заслугам». И поэтому мне сейчас не надо оправдывать какие-то поступки, которые в моей жизни были в глазах твоих неверными, но я хочу их исправить, чтобы мне стать по характеру более крепким, чтобы мне стать по сердцу своему более мягким, чтобы мне стать по решениям своим более точным, чтобы мне стать по мысли более освещенным и так далее. Вот тогда, когда мы эти вещи для себя можем проанализировать и найти, и понять, то в таком случае мы можем и увидеть, как Бог будет работать с нашей глубиной сердца и процесса. Так как мы сейчас начинаем с вами 12-й псалом, это новый псалом, и надо понимать, что, с одной стороны, в основном это были молитвы, но молитвы, которые пропевались. Я не знаю, как вы относитесь сегодня к пропеванию текстов Писания. На самом деле они достаточно хорошо усваиваются, если мы их поем. И кто уже был на наших выездах, знает, мы эту практику пытаемся делать и внедрять ее в тех людей, которые к нам приезжают, чтобы расширить восприятие Божьего Слова. Потому что во время пения начинают работать два полушария более активно, и понимание глубин послания увеличивается. И поэтому, когда мы читаем начало 12-го псалма, начальнику хора, псалом Давида, хор, который будет пропевать эти тексты. И, вы знаете, интересно, что мы сегодня пропеваем в основном те тексты, которые связаны с прославлением Бога, с Его величием, с Его могуществом. А то, что мы сейчас будем читать, даже странно, Господь, зачем петь вот такие слова? Может быть, их лучше где-то в тайной комнате сказать? А тут целый хор будет пропевать эти тексты. И поэтому, на самом деле, через это Бог показывает, когда люди проходят в разных обстоятельствах, Он готов слышать эти молитвы. Он готов с людьми об этом разговаривать. И поэтому так важно нам с вами сегодня понимать, нет такой темы, на которую Бог не хотел бы обратить внимание. Только приди к Нему с искренним сердцем, скажи Ему, что тебя волнует. И сделай это песней перед Богом, а не нытьем. Сделай это диалогом с Богом, чтобы пришел ответ тебе, а не просто монологом, который прозвучал в обиженном состоянии. И поэтому то, что мы с вами будем читать в этом псалме дальше, я хочу, чтобы мы поняли, петь подобные процессы тоже возможно. И говорить с Богом на разные темы – это правильно. Небесный Отец, я благодарю тебя, что Давид не смущался давать такие песни в уста хористов. И он это делал в любом случае, понимая, что ты эту молитву слышишь и на нее реагируешь. Поэтому благослови нас быть честными пред тобой, открывать свои сердца, открывать свои уста пред Богом своим и говорить, Господи, наполняй, наполняй сейчас тем, что накопилось внутри, чтобы мне не стать зависимым от боли, от печали, которая накопилась, а высказать ее, выразить и даже пропеть, чтобы получить освобождение, очищение и наполнение уже небесами. Да будет так во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго, друзья. До новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»